Минское шоссе, прямое как стрела, была выстроена в 30-е годы указом Сталина, как дублера Можайского, который уже в те годы был весьма загруженным. За время существования трасса М1 Беларусь приобрела статус федеральной дороги. Это шоссе имеет не только важное стратегическое значение, но и играет большую роль в жизни обычных автомобилистов. Теперь его планируют сделать платным с 33-го километра по 84-й от места, где северный объезд соединяется с Минкой и до поселка Дорохово Русского района. Реконструкция автомобильной дороги направлена в первую очередь разделить транспортные потоки, которые следуют транзитам из Москвы по направлению Минск, так и в противоположном направлении, и разделить транзитные потоки от потоков местного значения, чтобы они беспрепятственно могли передвигаться, либо используя дублеры, либо по платной дороге. Планируется, что цена проезда за один километр по трассе на легковом автомобиле будет стоить 5 рублей. Таким образом, за весь участок автомобилистам придется заплатить порядка 250 рублей в одну сторону, однако об окончательных расценках говорить еще рано. Появится 4 пункта взимания платы, в том числе в Голицыно и Кубинке. Трассу планируется сделать восьмиполосный, появится и бесплатный дублер трассы на протяжении всего участка. Он расположится по бокам Минского шоссе по одной полосе в каждую из сторон. Однако жители Одинцовского района считают, что такой вариант проекта катастрофичен, ведь летом к обычному потоку машин прибавляется и бесчисленное количество дачников. Можайское и Минское шоссе и так намертво встают многочасовых пробках. Жители волновали и другие вопросы. Миграции животных, вырубки леса вдоль трассы, межевание территории от Голицына до Дорохова. По поводу животных, я думаю, что проектировщик там лучше меня пояснят и скажут, где предусмотрены проходы для животных, определенные специальные переходы. Они тоже будут предусмотрены. Никто не оставит дорогу с лосями, с пельми, которые перебегают почему-то эту дорогу, хотя есть пешеходный переход. Поэтому будет предусмотрен, естественно, проход животных, там. Так же, как и в Москве, собственно, предусмотрены на ВКД. Есть переходы на Лосинском острове и не только. Почти каждый участник встречи признавал необходимость расширения Минского шоссе. Однако платить за новую дорогу такие большие деньги люди не готовы. Все прозвучавшие предложения занесли в протокол, который будет направлен в правительство Московской области. Если здесь примут решение о реконструкции шоссе, то строительные работы начнутся уже в этом году. Росавтодор рассчитывает ввести трассу в эксплуатацию к 2018 году. Примет ли правительство региона решение сделать трассу платной? Прислушается ли к доводам автомобилистов? Время покажет. Дарья Сутягин, Леонид Бурдин, телекомпания Одинцова.